Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправду.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. 65 лет под напряжением. Ульяновский электротранспорт отметил двойной юбилей. На достройку дома от тагайской птицефабрики направят 23 миллиона рублей. Борьбой с теневой экономикой займется новая администрация. 65 лет назад в Ульяновске появилось трамвайное движение, а 45 лет назад на линию встали первые троллейбусы. На предприятии юбилярия праздничную дату отметили с размахом. На концерте побывала Ирина Антонова. История ульяновского электротранспорта начинается с 1954 года. 65 лет назад от Северного трамвайного парка в сторону железнодорожного вокзала Ульяновск-1 вышел на линию первый трамвай. А первый троллейбусный маршрут в Заволжье появился в 1974 году, 45 лет назад. Свои две юбилейные даты Ульяновск электротранс отметил на сцене киноконцертного комплекса «Современник». Коллектив предприятия поздравил глава города Сергей Панчин. Я помню, конечно, город Ульяновск, когда практически только-только зарождался этот трамвай. И, конечно, все промышленные предприятия, автомобильный завод, механический, вся строительная индустрия, завод тяжелых уникальных станков, гидроаппарат, они все пользовались в то время трамвайным сообщением, потому что автобусов не хватало, и дороги-то, в общем-то, были разбитые. И я помню, когда опускался мост через реку Свияга, и это, в принципе, было единственное сообщение трамвайное сюда, в железнодорожный район. Работа предприятия была бы невозможна без дружного коллектива. На благо пассажиров трудятся более тысячи человек. Водители и кондукторы с утра и до поздней ночи осуществляют перевозку горожан. В круглосуточном режиме работают слесари по ремонту подвижного состава, электромонтеры, контактной сети, путейцы и диспетчеры. Население региона, население города уже давно поняли, что другого и альтернативного транспорта, чем Ульяновский электротранспорт, по большому счету, не нужно. И вот наш вывод подтвердил в том числе и Московский институт, который разработал новую транспортную систему, где опять-таки трамвай, троллейбусы нашему электротранспорту за последние годы парк предприятия значительно пополнился. Сегодня Ульяновский электротранс обслуживает 12 трамвайных и 11 троллейбусных маршрутов. Общая протяженность эксплуатационного пути трамвая составляет 129 километров. Контакт на сети троллейбуса 68 километров. Ежедневно на линию выходят 104 трамвая и 48 троллейбусов. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Борьбой с теневой экономикой займется новая администрация. Об этом стало известно на прошедшем сегодня аппаратном совещании. В структуру нового ведомства войдут представители таких федеральных объединений предпринимателей, как Опора России, Торгово-промышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей и Деловая Россия. Включены в состав и представители федеральных надзорных органов и министерств. Первой сферой, где начнется работа, будут транспортные услуги. 13 марта после процедуры согласования документы о создании администрации будут переданы на подпись главе региона. В послании федеральному собранию президент страны Владимир Путин отметил положительный опыт внедрения социальных контрактов в Ульяновской области. В рамках соцконтракта государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Именно такой контракт помог семье Гемаевых из Новой Беденги. Подробности у Виктории Черковой. В селе Новая Беденга Ульянского района семья Гемаевых заметно улучшила свою жизнь за счет государственных средств. Владелец крупного подсобного хозяйства Салим Гемаев – мастер молочного производства. Он и его жена Талия всегда жили скромно, работали и воспитывали троих детей. Но у семейства была давняя мечта – разводить рогатый скот и продавать по-настоящему качественное мясо. В 2016 году Гемаевы оформили социальные контракты, получили материальную помощь от государства. Теперь они имеют стабильный доход от продаж. В этом году у них подросло 10 здоровых бычков. Денег, конечно, не хватало на приобретение молодняка для выращивания. Потом обратились в соцзащиту местного Ульянского района. Нам советовали соцконтракт на покупку телят. Группный рогат в кота на три главы, то есть на 51 тысячи выделили. Ну, я решил, ну, то есть как бы все бизнес-план составил, принес бизнес-план. Выделили мне деньги, купил я телят. Дело развивается, теляты растут. Но с расширением производства увеличиваются и расходы, в том числе и на корм. С кормами только сейчас тяжеловато, конечно. Сейчас с Нового года все, после поднятия НДС, все хозяйства подняли стоимость кормов. И теперь уже как бы тяжеловато приходится откармливать. Но Салим не отчаивается. В будущем он намерен расширить свое производство и еще раз заручиться поддержкой от государства. Получить материальную помощь не так уж и трудно. Достаточно оформить заявление, предоставить справку о доходах семьи в соцзащиту. Всех людей, получающих выплаты, курируют соцработники. Они наблюдают за тем, как распределяются деньги и даже могут подсказать, как эффективнее распорядиться полученным капиталом. Перед тем, как выдать социальный контракт, мы обязаны посетить многодетную семью, посмотреть условия проживания многодетной семьи и в случае развития покупки крупнорогатого скота мы должны посмотреть условия будущего проживания животных. Соцконтракты могут пригодиться и в решении вопросов ЖКХ. Например, люди могут получить возможность спокойно выплачивать долги за коммуналку, не лишаясь государственных дотаций. С 2017 года у нас действительно начал рост и заключение соцконтрактов на подсобное хозяйство. Это не только подсобное хозяйство, это еще у нас для выхода из сложной жизненной ситуации на жилищно-коммунальное хозяйство, оплату жилищно-коммунальных услуг. Все вы знаете, что если у нас существуют льготы и если граждане прекращают платить, то им, соответственно, не оказывается мера соцподдержки. Поэтому мы людям заключаем соцконтракт, люди выплачивают, соответственно, свои задолженности и продолжают платить за жилищно-коммунальные услуги и, соответственно, получают меры соцподдержки. Покупка скота, улучшение жилищных условий и погашение долгов. Каждый контракт составляется индивидуально в зависимости от потребностей граждан. Программа действует с 2014-го. В первый год было заключено всего 22 договора. К 2019-му цифра заметно выросла. Уже 6 тысяч семей получили возможность материально развиваться. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Правительство Ульяновской области направит средства на достройку дома от Тагайской птицефабрики. Речь идет о домах номер 67 и 140 по улице Красноармейской. Сегодня они принадлежат строительной компании «Атриум», ранее Тагайской птицефабрики, которая, не достроив здание, обанкротилась. На сегодняшний день дом находится в 70-процентной готовности. На его достройку из регионального бюджета будет направлено 23 миллиона рублей. С января 2019 года жители региона, чьи денежные средства привлекались для строительства многоквартирных домов и чьи права, нарушены недобросовестными застройщиками, могут обратиться в МФЦ Ульяновской области о признании их пострадавшими и включении в число обманутых дольщиков. Губернаторские лицеи примут больше первоклашек. В связи с большим количеством поступивших заявлений от родителей, количество мест для первоклассников лицеем в микрорайоне Юго-Западный увеличили до 210. Планируется создать семь первых классов. Обучение детей, по словам директора, будет вестись только в первую смену. В случае необходимости, квота приема в первый класс будет увеличена. Напомним, первый этап заявочной кампании стартовал 1 февраля и продлится до 30 июня. В этот период будут приниматься заявления на зачисление в первый класс детей, живущих на закрепленной за каждой школой территории. Второй этап продлится с 1 июля по 5 сентября. В это время можно подать заявление в школу, лице или гимназию, вне зависимости от места проживания. В Ульяновске дошкольников учат ответственно относиться к окружающей среде и помогать животным. Больше двух тонн макулатуры собрали воспитанники детских садов Засвияжского района, принявших участие в благотворительной акции. Сегодня сразу в нескольких детских садах Засвияжского района стартовала благотворительная акция «Собери макулатуру на корни животных». Началось мероприятие с театрализованного представления с участием персонажей сказок и мультфильмов «Почтальона Печкина», «Кота Матроскина», «Шрека». Мы решили откликнуться и поучаствовать в очень нужном и важном деле, потому что мы считаем, что именно с роднего детства у детей нужно воспитывать чуткое и бережное отношение к природе, к родному краю. И мы хотим, чтобы наши воспитанники выросли чуткими, неравнодушными и отзывчивыми людьми. В детсадах тщательно готовились к акции. Ребята изготовили специальные плакаты с лозунгами, учили стихи. А результаты сборов торсырья каждая из групп опубликовали на специальных стендах. Всего более двух тонн макулатуры собрали совместными усилиями дети и родители детсадов Засвияжского района. Мы просто сейчас, вот если детям будем прививать с самого раннего детства, вот такое отношение, даже вот то, что мы собираем макулатуру, они просто ее выкидываем, что ее можно сдать. И они в этом возрасте очень хорошо, мне кажется, сейчас вот это вот будут понимать. Тебя как зовут? Представься. Даша. Даша. Даша, а ты любишь вообще животных? Кто? Любишь? А кого ты больше любишь, скажи? Кошек. Кошек? А лошадок любишь? Не защищал. А расскажи мне про лошадок, какие они? Кошки богатыря. Любишь кататься на лошадках? Каталась? Они большие, красивые? Да. Идея сбора макулатуры ради благого дела не нова. Бумажные отходы часто собирают, чтобы выручить деньги для какой-то цели. В этот раз все средства от выручки пойдут на приобретение кормов для питомцев конного клуба «Кентавр». Купим овес еще, ну и вкусняшки тоже, морковки им побольше. Вот яблочек. Взрослые и дети с удовольствием узнали о раздельном сборе мусора, потанцевали, пообщались с лошадьми, красавцем Гефестом и Белоснежной Онежкой. Такое тесное общение, по словам специалистов, помогает малышам активнее развивать чувство ответственности и становиться добрее к животным и окружающим людям. Акция продолжается. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале allpravda.ru. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин